Как вы знаете, в 2014-2015 году непростая ситуация была в Украине и против журналистов начались серьезные репрессии. И таким образом попали в тюрьму и Руслан Кацаба, и Василий Муравицкий, и Павел Волков, и много других, и я в том числе, с коллегой Евгением Тимониным. И мы, когда сидели в СИЗО, я думаю, что не только я, а и все мои коллеги-журналисты, у них был всегда вопрос в голове, постоянно крутился, а где же журналистская солидарность? Почему журналистское сообщество просто молчит на эти темы и не поднимает вопрос, что журналисты сидят в тюрьмах? Ведь такого раньше не было, а тут просто массово. Люди просто берут и сажают в тюрьму за их журналистскую деятельность, аргументируя это борьбой с Путиным, сепаратизмом и так далее. Вот где ваша была журналистская солидарность, когда мы находились в тюрьме от 15-16-17-й год? Вы лично находились в тюрьме? Да. А за что? Можете рассказать? В 820 дней и СБУшники мне пришли и сказали, что мол, ты три дня в Донецке был летом, 2014 года, мы же туда ездили как журналисты, снимали, что там происходит, взяли официальный билет на поезд, официально на поезде приехали, мы не думали тогда, что это какое-то супер правонарушение, но СБУшники решили, что за три дня я набрал штат телеканала Новороссия, я обучил этот штат, я настроил программное обеспечение на весь телеканал, я настроил каким-то образом эфирное обещание, и мы запустили эфир. Правда, эфир, как бы и в принципе существование канала Новороссия уже было гораздо позже того, как я оттуда уехал. Но это же не остановило людей, потому что моя журналистская деятельность, она же очень мешала Порошенко. Мы вышли в общественный совет Министерства информационной политики, начинали критиковать Кума Порошенко-Стелься, потому что он же возглавил новосозданное министерство, начали работать, чтобы показать, как журналисты разжигают межнациональную рознь у нас в Украине, потому что и ТСН, и много других телеканалов, Пятый в том числе, очень активно этим занимались. И вот после всего этого, понятное дело, в СБУ решили, что мы очень неудобны на свободе, и нас решили закрыть в тюрьму. Вы знаете, чтобы что-либо сказать по вам и по вашему делу, мне нужно быть человеком юридически подкованным, я им не являюсь, и мне нужно хотя бы, не будучи человеком юридически подкованным, посмотреть материалы дела. Я не могу так просто сказать, это будет непрофессионально и неправильно с моей стороны. И это безусловно верно. И вот если вот даже анализировать чисто, вот евродепутатам, которые написали письмо с требованием, чтобы мы нас освободили, им, они тоже не сильно там большие эксперты в юриспруденции, журналистам, многим, кстати, там Шари, там Страна ЮА, Вести и так далее, им почему-то не мешало все это дело, вот как-то проанализировать, посмотреть. Они постоянно упоминали и про меня, и про моих коллег, которые находились в тюрьме. Но почему-то вот я не мог понять, когда вот в тюрьме смотрел телевизор и видел, как вы выступаете там на разных телеканалах, я не мог понять, а почему вы не сказали ни слова в нашу защиту тогда? Что вот помешало вам проявить журналистскую солидарность? Вы знаете, я могу только повторить еще раз, во-первых, о том, что вы сидели, персонально вы, я узнал только что от вас. Я правду говорю, я не знал. Ну, а про Руслана Кацабу, про Василия Муравьевского, там уже Эмнисти Интернашн про него писал. Про Руслана Кацабу знал, знал. Про остальных не знал ни про кого. Про вас не знал, вас увидел сегодня впервые, не знал вашей фамилии, не знал, что вы сидели. Ваш сайт писал об этих новостях, это есть на вашем сайте, Гордон. Давайте отделим мой сайт от меня, потому что сайт на самом деле не мой. Сайт Гордон, я являюсь его учредителем и основателем. Но главный редактор сайта, Олеся Бацман, которая занимается сайтом, я никогда не имел к нему отношения в плане знакомства даже с журналистами. Я являюсь читателем сайта исключительно, я никогда не вмешивался в политику сайта. Понятно. Ну, получается, 2014-2015 год, вы просто не знали, что проходит репрессия против журналистов? Я могу повторить то, что я сказал. Я знал, что сидит Руслан Кацаба, знал. Насчет вас и еще фамилии вы назвали, я только сейчас от вас слышу. И для того, чтобы давать оценку какую-либо, нужно быть, а, юристом, б, нужно видеть материалы. Если бы я видел материалы, я бы что-то мог сказать. Время было очень непростое и очень печальное. Это время, когда руководство Украины, пронизанное агентурой Российской Федерации, сдавало Путину украинскую территорию и предавало Украину. И тогда очень тяжело было понять, кто на какой стороне и кто где. Скажу вам правду. Мало того, и сейчас очень тяжело это понять, где друг, а где враг. Очень тяжело. Ну рекомендую. Продолжение следует...